С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 4 мая. Международный день пожарных. Он был учрежден после того, как мир узнал о гибели сразу пятерых пожарных в Австралии. Они заживо сгорели в огне во время подъезда на спецтехнике к месту трагедии. К тому же это день святого Флориана Лархозского. В католической традиции покровителя пожарных. В России профессиональный праздник пожарных отмечается 30 апреля. Также сегодня день звездных войн. Дата выбрана из-за часто звучащей в фильме и ставшей знаменитой цитаты «Да пребудет с тобой сила», которую многие поклонники обыгрывают как May the force be with you, где force 4 и May, естественно, май. У родившихся в этот день 1654 год. В этот мир приходит Каньси, он же Сюанье, второй император маньчжурской династии Цин в Китае, завоеватель Тайваня. При нем было завершено завоевание Китая и укреплена власть над Тибетом. Велись военные походы против русских поселений на Амуре. Но потом, опять же, при нем же заключен договор, согласно которому за Россией закреплялась Восточная Сибирь. Русские торговые караваны получили право прохода в Пекин. 1655 год. В этот мир приходит Бартоломео Кристофори – итальянский музыкальный мастер, имя которого вам, скорее всего, мало что говорит. Но именно он – изобретатель фортепиано. Благодаря новой конструкции впервые достигнута возможность извлекать мягкий, но одновременно достаточно сильный и громкий звук посредством обычного прикосновения пальцев к клавишам. Такое звучание значительно превышало динамические возможности клавикорда. Первые инструменты Кристофори не сохранились. В настоящее время известны лишь три инструмента его работы – 1720, 22 и 26 годов выпуска. 1821 год. День рождения Пафнутия Чебышева. Русского математика, создателя Петербургской научной школы. А в 1881 году родился Александр Керенский, который в 17-м году прошлого века был главой Временного правительства. Кстати, это любопытно. Его отец был в Симбирске директором той самой гимназии, в которой учился будущий вождь революции Владимир Ульянов. 1899 год. День рождения фрица фон Опеля, немецкого промышленника, создателя автомобилей Опель. В 1911 году родилась актриса МХАТа Софья Пелявская, народная артистка СССР. В 1914 Марк Фрадкин, композитор, автор песен комсомольца-добровольца, течет Волга за того парня. В 1929 Одри Эбберн, британская актриса англо-голландского происхождения. В 1934 Татьяна Самойлова, советская актриса. Ну и в 1943 Михаил Шемякин, российский живописец, график, скульптор. В 1971 Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер. А в 1987 году Анастасия Каменских, украинская певица. События этого дня. 4 мая 1113 год. В возрасте 60 лет Владимир Мономах вступает на Киевский Великокняжеский престол и впоследствии становится одним из самых выдающихся деятелей Древней Руси. При Владимире и его сыне Мстиславе создается наиболее полный свод законов. Пространная русская правда, трактовавшей вопросы собственности, наследование правового положения женщин, который ограничивал права князя по отношению к боярству и тому подобное. 1626 год. Индейцы продают голландским колонистам остров Манхэттен за трепье на сумму 60 гульденов. По этому поводу было выпито немало так называемой огненной воды, и 14 тысяч акров манхэттенской земли отошли к голландцам. Они, радуясь приобретению, в то время даже не подозревали, что через 40 лет эти милые сердцу акры задаром отберут джентльмены из Англии. 1715 год. В Париже производится первый складной зонтик. Первоначально зонт служил для защиты от солнца. Как укрытие от дождя его впервые применил англичанин Джонас Хенвей спустя целых 35 лет. В 1969 году Брэд Филлипс получил патент США на складной зонтик. Любопытно, что сначала в русский язык вошло именно слово «зонтик» от голландского буквально «навес от солнца», и лишь потом сформировалось слово «зонт». 1904 год. В этот день впервые встретились Генри Ройс и Чарльз Роллс. К концу 19 века фирма Ройса производила подъемные краны, спроектированные им. Да так удачно, что они даже пережили конструктора и выпускались до 1964 года. В этот же день инженера-самоучку, только что построившего автомобиль по собственному проекту, представили аристократу Чарльзу Стюарту Роллсу. Любители автомобилей поладили мигом. И с тех самых пор их имена воспринимаются как единое целое. 1961 год. В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Люди, не работавшие официально в течение четырех месяцев в году, отныне подлежали уголовной ответственности. В тунеядстве в свое время обвиняли поэта Иосифа Бродского и писателя Владимира Войновича. 1974 год. Песня Waterloo группы ABBA занимает первое место в США. Невиданный успех. А в 1979 году Маргарет Тэтчер становится первой женщиной, которая занимает пост премьер-министра в Великобритании. Ну и еще одно событие дня. 2000 год. Предметы затонувшего в 1912 году Титаника продаются на аукционе Сотбис за без малого 60 тысяч долларов. Они не побывали на морском дне. Их сохранила одна из спасшихся пассажирок. В сумочке Сары Рот сохранились меню из ресторана и инспекционная карточка. Последняя сама по себе уникальный документ. Карточка выдавалась иммигрантам и пассажирам третьего класса, удостоверяя то, что они прошли медицинский контроль. Ну а благодаря меню выяснилось, что 14 апреля 1912 года Сара Рот, которая отправилась в США на свадьбу дочери, заказала на завтрак копченую сельдь, на ланч рост биф соусом и холодное мясо с соленьями на полдник. Жизнь и смерть, смерть и жизнь. Как часто они бывают так близко друг к другу. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.